Друзья, приветствую вас! Это программа «Люди дела» на Афонтово. Я Алексей Вербицкий, рядом со мной Ольга Дувровская. И сегодня наш гость Яна Дуина, патентной поверенной Российской Федерации, директор компании «Ярпатент». Добрый день. Здравствуйте, Яна. И хотелось бы сразу разобраться с представлениями, как нам вас лучше представить, для того, чтобы понять вообще изнутри работу патентного бюро, что это такое, по сути. Это юридическое агентство с узкой специализацией или нечто иное с точки зрения организации и предоставления этих услуг? Я являюсь патентной поверенной Российской Федерации. Я прошла аттестацию в Роспатенте, получила статус патентного поверенного, сдала государственный экзамен, имею право взаимодействовать с Роспатентом, с Федеральным органом интеллектуальной собственности по поручению предпринимателей. И наша компания специализируется исключительно на товарных знаках. И мы строим свой бизнес по принципу, чем уже специализация, тем профессиональный бизнес, тем профессиональнее работа с клиентами. Профессиональнее выполняются дела, которые нам поручают клиенты. И все-таки патентная вот эта деятельность, это вот какая-то юридическая услуга или это какой-то другой области? Отдельный вид может быть какой-то. Здесь можно разделить на два этапа. С одной стороны, это юридическая область, потому что в 2008 году у нас закон о товарных знаках прекратил свое действие и вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса. Конечно, и это и защита дел в судах происходит. С другой стороны, подача заявок на товарные знаки – это некая такая деятельность, которая требует определенных знаний, не только юридических. Знания здесь и русского языка, и английского языка, и различные моменты, с которыми нам приходится справляться, чтобы зарегистрировать товарный знак. Хорошо, когда мы слышим вот этот товарный знак, что приходит на ум? Ну, вот эта огромная там Coca-Cola, не сочтите там за рекламу, да, я не знаю, Sony, еще что-то такое. Это все бренды, любое название компании, словесное обозначение, изобразительный элемент, комбинация. Это может быть вообще звуковой товарный знак, звук, да, система Windows, это ведь тоже зарегистрировано в качестве товарного знака. Ну, согласен. А как пришла вообще идея начать именно такой бизнес и специализироваться именно на товарных знаках, на регистрациях? Да, люблю этот вопрос. В 2001 году у меня был другой бизнес, и мне нужно было защитить название своей компании. Я подала заявку на товарный знак и поняла, что эта деятельность очень интересная, а самое главное, она необходима огромной целевой аудитории. И пришла такая идея помогать предпринимателям. А у вас-то какая компания была? Чем вы занимались? У меня была компания по подбору персонала. Ага, ясно. И вот тут вы сами столкнулись с тем, что что, некуда? Да, я столкнулась с тем, что... Нет компании, которые занимаются этим? Нет, во-первых, да, во-первых, не было конкуренции на тот момент. Да, мне патентовец, с которым я изначально взаимодействовала, направил меня, сказала, Яна, в городе нет патентных поверенных, иди, сдавай экзамен, будешь первая. Ну, я недолго думая, поехала обучилась, изучила много правовых актов и правовых документов, и мне эта деятельность очень понравилась, и я поняла, что защищать предпринимателей очень интересно, и более того, что можно охватить всю Россию и даже зарубежные страны. В смысле, вы международная компания? Мы регистрируем товарные знаки на территории Российской Федерации для предпринимателей российских и для зарубежных предпринимателей. Да, и откуда у вас есть? Из какого зарубежа есть у вас клиенты? Значит, у нас в нашей копилке уже около 50 городов России, да, и порядка 7-8 стран. Это и Корея, и Виргинские острова, и Болгария, и другие страны. И наша цель – это завоевывать все больше и больше доверия других предпринимателей. Далеко шагнули. Скажите, а на Виргинских островах, вот там это какие-то соотечественники наши, которые управляют вам интересы, или совершенно посторонние вот эти виргинские люди откуда-то о вас узнали? Нас очень много людей рекомендуют. Я часто бываю на конференциях, обучаюсь, в Москву приезжаю, и кто меня знает, кто сталкивается, кто хотя бы один раз с нами работал, они нас рекомендуют другим предпринимателям. И вообще на самом деле не важно, где мы находимся, в Сибири, в Красноярске. Это такое международное сарафанное радио. Да, сарафанное радио, у нас электронная подача взаимодействия с Роспатентом. Давайте вернемся к товарным знакам. Товарный знак и логотип, это одно и то же. И как часто вообще в жизни предпринимателей случаются события регистрации товарного знака? Насколько это масштабная вещь? Да опять же, возвращаясь к каким-то мега-брендам, которые зафиксируются. В Гражданском кодексе у нас прописано, что товарный знак – это логотип, обозначение, картинка, словосочетание, слоган. Все это называется одним словом – товарный знак. Много регистрируются? Как часто вообще предприниматели к вам обращаются? И если есть какая-то компания, то это один раз нужно зарегистрировать? Или каждый раз, когда ребрендинг, нужно опять регистрировать? Гражданский кодекс не предусматривает нам обязательную регистрацию, но говорит о том, что если вы используете чужое обозначение, то вы можете быть наказаны. И вам может быть предписана компенсация за использование чужого товарного знака от 10 тысяч до 5 миллионов. А красноярские компании попадались на это? Очень много. К нам приходят компании, которые уже приходят с исками. И было много случаев. Один случай расскажу. Когда пришла компания, она находится на соседней улице, она пришла уже с иском, вначале она пришла с претензией, их попросили убрать название. У них медицинские услуги. Они в один день убрали все рекламные вывески, все счеты, название поменяли. Их также попросили сменить фирменное номинование. А так как у них медицинская компания, то им пришлось еще менять лицензию, получать новую лицензию. А все потому, что их название было похоже на название другой компании? Они очень расстроились, говорят, как, мы много лет создали это в кухне сами, придумали это название. Как так получилось? Ну, незнание закона не освобождает от ответственности. И поэтому регистрировать товарные знаки мы рекомендуем на этапе создания компании. Они когда-то в кухне буквально придумали, а тут пришли более молодые, но у них зарегистрированы товарные знаки. Потому что у отечественного производителя и предпринимателя туговато с фантазией. И сколько у нас по стране вот этих мир каминов, мир штор. И в этом смысле, конечно, я понимаю, что какие-то нестыковки с точки зрения законодательства и театрского права, они, конечно, существуют. В этом смысле ваша деятельность это регистрация товарных знаков и возникновение спорных ситуаций. Вы как-то сопровождаете эти конфликтные истории до судов? Кто вообще занимается разрешением этих конфликтов? С 2013 года у нас в России начал свою работу суд по интеллектуальным правам. И нас это радует. Государство заботится об интеллектуальной собственности. Также у нас функционирует палата по патентным спорам, арбитражные суды, антимонопольная служба, которая встает на защиту предпринимателей. И по просьбе предпринимателей мы оказываем эту защиту в судах, в арбитражных судах, в суде по интеллектуальным правам. Ну, конечно, мы всегда за то, чтобы договориться мирно, решить вопрос каким-то мирным путем. До суда. До суда, да, чтобы не выходить в суд, потому что это огромные компенсации. И суд может присудить там несколько сотен, тысяч и миллионов. Ну, поэтому решаем вопрос и стараемся договариваться, как можем, помогаем предпринимателям. Но самое главное, мы всегда рекомендуем, чтобы предприниматели придумывали свое название уникально, чтобы оно было уникальным. Как проверить уникальность? А сейчас легко проверить уникальность. Забил интернет, да? Нет. Лучше обратиться к патентному поверенному, да, к специалисту, который... Вот в нашей компании проверка проводится бесплатно, абсолютно бесплатно. И можно проверить обозначение, сказать, что оно свободно или оно занято, и уже предотвратить какие-то иски. Потому что, ну, легче ведь предотвратить, чем потом бороться, защищать, тратить время не на развитие бизнеса, а на защиту своей интеллектуальной собственности. Приходит к вам медицинская компания, которая называется «Мир здоровья», например, да, вот по аналогии со всеми теми мирами, которые... И говорят, я... Вот мы придумали вчера с женой на кухне название вот такое. Вы проверяете, есть такое название. Они что, уходят обратно думать? Или вы говорите, давайте назовем там «Планета здоровья» условно? Да, Ольга, смотрите, вариантов несколько. Можно порекомендовать... Мы рекомендуем клиенту все варианты, да. Можно попробовать купить товарный знак, который уже существует, да, потому что его, в принципе, могут уже не использовать, да. А, просто он есть, а компания уже не работает. Да, компания уже не работает. Можно попросить письмо согласия. Допустим, компания использует товарный знак, но она не против, чтобы использовала какая-то другая компания за определенное вознаграждение. И зарегистрировать такой же похожий знак в тех же видах деятельности. Либо можно аннулировать в суде правовую охрану товарного знака, потому что они не используют ее уже три более лет. А если используют, все хорошо. Тогда просто рекомендуем смену названия компании. А можете, я не знаю, это, наверное, некорректно, у меня просто какой-нибудь пример, либо который вас удивил, либо, я не знаю, повеселил, либо озадачил, либо сложный какой-то пример с практики, чтобы мы понимали, как вот это все работает. Как далеко заходит фантазия у людей в этом процессе? Я назову компанию, потому что эта компания разрешила пример приводить, а мы с ними дружим уже давно, много лет. Лет 10-12 назад они к нам обратились за регистрацию товарного знака. Это товарный знак был имщик такси. И мы сделали проверку на то же сходство и обнаружили, что их конкуренты подали на регистрацию их обозначение. Настоящий правообладатель, он начал бороться за свой товарный знак. То есть ваш клиент? Наш клиент, да. Он начал бороться. Борьба в судах, в антимонопольной службе. Все это длилось 8 лет. Мы отстояли их знак, мы им зарегистрировали, мы им выдали, но за 8 лет не использовала ни конкуренты, ни настоящий правообладатель. И Брэн, как таковой, с рынка ушел. Его забыли просто-напросто. И что, отвоевано, теперь мое, но смысла использовать нет? И смысла, да, использовать уже вроде как нет. А почему так держались за этот имщик такси? Ну ладно, нет, понятно, придумали тоже. Ну жалко, свое же придумывали. Столько лет он был на слуху, столько лет его любили. Вот, а тут кто-то его забрал. Ну, все течет, все меняется. Поэтому нужно регистрировать бренды на этапе создания компании. А то есть эта компания уже работала как-то? Она много лет работала, она была известной в городе, да. Ян, простите меня, вот эта терминология 90-х, но раз уж вы крышуете интеллектуальную собственность, я хочу понять, насколько этот процесс долгий, и сколько мне надо будет, если я собираюсь как-то, в общем, запонятовать все, что касается товарного знака, денег и так далее, время и самое главное, деньги. Насколько дорогое удовольствие чувствовать себя спокойным в плане авторского права? Ну, чтобы спокойно вести бизнес и спать спокойно, да, начать нужно с бренда. Вот первое, что мы рекомендуем, это регистрировать бренд. Стоимость, она невелика для предпринимателя, для бизнеса. Это в районе 60-70 тысяч регистрации товарного знака, но зато вы защищены и спите спокойно. Вся регистрация проходит в течение года, ну, может быть, у кого-то дольше, чуть дольше. Не быстро, да, но на самом деле год проходит так быстро, что можно и подождать, нежели потом беспокоиться и как-то вот... 60-70 тысяч, это... Это стоимость услуг патентных поверенных вместе с государственными пошлинами. То есть это конкретная стоимость вашей? Или это средняя стоимость по стране? Нет, это средняя стоимость вместе с государственными пошлинами. А вот эта вот государственная составляющая в этой цифре сколько составляет, примерно? Ну, есть процент, так брать. Значит, давайте так тогда уже расскажу точно, да. 14 200 рублей — это первая государственная пошлина за подачу заявки на товарный знак за один класс. Все зависит еще от видов деятельности компании, да, и она может быть увеличена. И 16 200 рублей за регистрацию товарного знака. Стоимость патентных поверенных в районе 20-25 тысяч, ну, может быть, чуть больше, в зависимости от сложности уже самого товарного знака. То есть половина стоимости — это госпошлины. А у нас учат где-нибудь вот этих вот людей, которые потом... Чтобы стать патентным поверенным, нужна практика 4 года как минимум, знания в области интеллектуальной собственности, обучение в Москве на курсах патентных поверенных и сдача государственного экзамена. То есть изначально получается патентным поверенным, ну, сейчас я, может быть, обидную вещь скажу, но может стать человек с любым образованием или юридическое образование. С любым образованием, но главное, чтобы это было высшее образование и опыт работы не менее 4-х лет. Алексей, все дороги открыты. Большое спасибо. Как только что-то брендообразующее возникнет в моей жизни, да, безусловно. Кстати, надо разобраться, что у нас с товарным знаком и названием. Как он товарный знак? Наш вот товарный знак Афонтова, ему 25 лет. Здорово, он у вас зарегистрирован, но у вас был ребрендинг, и нужно вот еще раз его перерегистрировать. Либо внести изменения, некоторые можно тоже. Любим мы заниматься ребрендингом, может быть, даже делаем это чаще, чем следовало, но юридическую сторону вопроса, естественно, будем согласовывать. Большое спасибо за этот интересный разговор, много открытий, кстати. Да, совершенно неведомая для нас сторона жизни. И вот в честь сегодняшнего дня, Дня влюбленных, можно вам сделать подарок. И если у вас будет желание, мы готовы, наша компания готова будет провести вот эту вот процедуру перерегистрации вашего товарного знака. Безвозмездно! Но государственную пошлину вы оплачиваете сами. Хорошо, ну хотя бы... С вас госпошлина. Я радуюсь на главных гостях, друзья, это была программа Люди Дела. Всем пока, всем удачи. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!